В октябре прошлого года Россельхознадзорам введены временные ограничения на ввоз растительной продукции с Украины. Запрет коснулся и семян, овощных и цветочных культур. Сейчас в преддверии дачного сезона самый ходовой товар на рынке – это семена. Что сегодня предлагают покупателям и как выполняется введенный запрет. Инспекторы управления Россельхознадзора отправились в рейд на рынок Губкина. Появление инспекторов Россельхознадзора на центральном рынке Губкина вызвало оживление среди продавцов. Одни срочно убирали пакеты с семенами подальше, другие просто прикрывали прилавки, чем придется. А прятать, похоже, было что. У вас на реализации мы видим семена украинского происхождения. По маркировке понятно, что это есть семена украинского происхождения. Здесь написано город Харьков и указаны телефоны. Сейчас запрещена временная реализация семян, введенность на территорию Российской Федерации из Украины. А как вы их везли? Как они попали к вам на рынок? Каким образом они оказались у вас на реализации? Нам принесли. То есть документов у вас нет. Из-под прилавка достается то, что было спрятано. Инспектор объясняет, нарушен закон о семеноводстве, порядок ввоза и транспортировки семян. Еще одна торговая точка и снова нарушение. Это с прошлого года остались пачки. Откуда везенные? С Украины. Но у нас была в прошлом году проверка, нам никто не говорил, что они запрещены. Очередной прилавок. Каких только семян здесь нет. И среди множества пакетов инспекторы вновь обнаруживают украинские. Напишите, я нарушила. Достаньте их мне, пожалуйста. Ну вот, обнаружили пачку харьковских семян «Валентина». Ну, я не покупала, мне просто привезли 10 пачек семян. Попросила для себя привезти «Валентина». Закон есть закон. И таких семян в продаже быть не должно. Семена украинского происхождения должны быть сняты с реализации и изъяты из оборота. Больше не будем торговать украинскими семенами. Кроме того, отобрали на исследование семена голландского лука севка с русским названием «Стрягуновский». Российский бренд, по словам продавцов, привычнее импортного. Но судить о качестве этого лука можно будет только по результатам экспертизы, которую проведут в лаборатории референтного центра Россельхознадзора. И это не первый рейд сотрудников отдела. Выявлено более 40 торговых мест, где осуществлялась реализация овощных семян с нарушением требований федерального законодательства о семеноводстве. При этом было снято с реализации более 9 тысяч пакетов семян овощных культур с нарушением. Это просроченные семена с низкой всхожестью, без документов, подтверждающих их происхождение и качество. А также более 10 тонн лука севка и 20 тонн семенного картофеля. Кроме того, инспекторы отбирают пробы от партии семян для проверки на содержание ГМО. Использование семенного материала с генномодифицированными источниками в области запрещено. Светлана Запороченко, Роман Ушатов, пресс-служба управления Россельхознадзора для телерадиокомпании «Мир Белогорье». Светлана Запороченко, Роман Ушатов, пресс-служба управления Россельхознадзора для телерадиокомпании «Мир Белогорье». Светлана Запороченко, Роман Ушатов, пресс-служба управления Россельхознадзора для телерадиокомпании «Мир Белогорье». Светлана Запороченко, Роман Ушатов, пресс-служба управления Россельхознадзора для телерадиокомпании «Мир Белогорье».